Дети нашей страны стремительно набирают вес. При Министерстве здоровья создана специальная группа, которая будет заниматься поиском решения проблем детского ожирения. Сегодня мы поговорим на тему правильного воспитания здорового питания у детей и как оградить наших детей от набора избыточного веса. Сначала вместе с вами мы посмотрим сюжет Анаиты Сахановой, после чего продолжим разговор в студии с экспертом. 20% детей Латвии имеют лишний вес и 10% ожирение. Одной из причин тому – малоподвижный образ жизни. Для многих родителей по-прежнему хороший аппетит является признаком здоровья их ребенка. И порой лишние пары килограммов веса не придают значения. Невольно сам ребенок привыкает к мысли, что много есть – это польза для организма. Лишний вес сам по себе еще не означает, что у человека ожирение. Это болезнь, которая приводит к тому, что организм раньше начинает стареть. Раньше увеличивается уровень холестерина в крови. Раньше начинаются проблемы с повышенным давлением. И практически этот человек раньше начинаются проблемы взрослых. Ожирение отличается тем, каким образом откладывается жир и на каких участках тела наиболее интенсивно, особенно в переходном возрасте. Родителям следует быть начеку. Родителям отличается и на влияние на половую систему, естественно. У девочек может идти проблемы с месячными, поликистоз яичников. У мальчиков тоже могут идти проблемы либо с задержкой, либо с убыстрением, с изменением полового развития. Тем не менее, ожирение лечится. Самое главное – не ждать моментального результата и не опускать руки. Генетически оно тоже передается, но это всего лишь пара процентов всех случаев. Если мы говорим про генетическую предиспозицию на лишний вес, то в семье это чаще всего не бывает. Родители бывают без лишнего веса и ребенок с лишним весом. Но эти называемые эпигенетические факторы, они, конечно, слаживаются. И неправильное питание, и то, что они двигаются, это передается от семьи в семью, с поколения на поколение. Сконцентрируйтесь на том, что в меню ребенка обязательно должны присутствовать белки, кальций, витамин D, витамин А, цинк и йод. В момент пубертаты часто бывает железодефицит. И самые лучшие продукты, источники железа – это будет печень и это красное мясо в комбинации с овощами, с продуктами, которые содержат С-витамин, потому что эти продукты улучшают усвоение железа. Доктора утверждают, что первые шаги к здоровью надо начинать всем вместе, всей семьей. Отказаться от лишнего употребления сахара, газировок и в целом снизить в рационе количество калорий. Отличным завтраком как для детей, так и для взрослых может стать каша из цельнозерновой овсянки, в которой много клетчатки. Если мы думаем о снижении веса или для того, чтобы он еще более не набрал вес, тогда, конечно, мы думаем о сокращении жиров, то есть используем нежирное молоко, разбавляем водой, добавляем фрукты тогда и желательно, конечно, цитрусовые фрукты. Избыточный вес, как правило, может повлиять и на психологическое состояние ребенка. Поэтому, кроме визита к врачу и правильного питания, помогите ребенку найти интенсивное хобби и другие полезные занятия. Спорт, музыка, театр.